Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Приятно видеть, что в зале так много народ, больше, чем в президиуме. И я считаю, вот тема ТИЛ, она, конечно, важна, но она некая прелюдия к дальнейшим докладам по ПДЛ-1. Итак, ТИЛ – это туморинфильтрирующие лимфоциты, или мы обозначаем это термином ТИЛ, ИОЛ, ОИЛ в русскоязычной интерпретации. Но все это связано с иммунной системой, и вы знаете, что роль иммунной системы – это поддержание гомеостаза тканей путем непрерывного иммунологического надзора и возникновение воспалительных реакций, которые скоординированно адаптируют врожденный и адаптивный иммунитет. При возникновении опухолевой трансформации меняется упорядоченная структура тканей, и в ответ на это возникают иммунные реакции, которые могут устранить опухолевую клетку. Но если элиминация неполная, то опухолевая клетка теряет иммунологический контроль, прогрессирует, накапливается опухолевая масса. Но даже при поздних стадиях процесса есть возможность в иммунной системе контролировать опухолевый рост. И в этом сейчас, на сегодняшний день, помогают различные варианты иммунного противоопухолевого лечения, которые успешно используются при меланоме и раке легкого. Ну и теперь все чаще используются при раке молочной железы. А как переключать? Извините, пожалуйста. Итак, в своей презентации я попытаюсь охарактеризовать, зачем мы определяем тил, количественную оценку тил, субпуляционный состав тил, тил в резидуальной и метастатической опухолях. Итак, зачем мы определяем тил? Опухолинфильтрирующие лимфоциты, они отвечают за формирование адаптивного иммунитета, влияющего на рост опухоли. И уже доказано, что тил – это важный прогностический фактор для HER2-позитивного и трижды негативного рака молочной железы. Ну и, как я уже сказала, это особенно важно в свете новых возможностей иммунотерапии. Высокий уровень тил связан с эстроген-негативными опухолями, с хорошим ответом на неодевантную химиотерапию, с увеличением количества полных морфологических ответов, независимо от других клиникопатологических прогностических показателей и режимов химиотерапии, а также с повышением общей выживаемости для диссиминированного HER2-позитивного рака и трижды негативного местно распространенного рака молочной железы. Уже достаточно много исследований посвящено этой проблеме. Одно из первых – это было в рамках исследований Клеопатра, посвященный HER2-позитивному раку молочной железы – была оценка ТИЛ в контексте анти-HER2-двойной блокады транстузумабом и пертузумабом. Было исследование чуть менее 700 случаев архивных и текущего материала с медианой наблюдения 50 месяцев и выведен средний уровень инфильтрации стромальных ТИЛ равный 10% при разбросе от 1 до 95%. Высокий ТИЛ наблюдали чаще при эстроген-негативных опухолях. Была оценена пятилетняя выживаемость и при пороговом значении в 10% было показано, что пятилетняя выживаемость у пациентов с высоким ТИЛ значительно лучше, независимо от варианта лечения. То есть это была таргетная терапия плюс химиотерапия или двойная анти-HER2-блокада, также в сочетании с химиотерапией. И очень важный момент был показан, что каждое последующее увеличение количества стромальных ТИЛ на 10% было сопряжено с уменьшением количества риска смерти на 11%. Потом был вторичный анализ. Через несколько месяцев вторичный анализ исследования Клеопатра и выяснилось, что не наблюдалось различия степени выраженности тел в различных возрастных группах, но при этом переменные пороги прогностической ценности наблюдались в зависимости от возраста пациента, а также сопутствующего состояния, прежде всего связанного с аутоиммунными расстройствами и воздействием кортикостероидов. Ну и как бы красной строкой было написано, что степень выраженности ТИЛ не является показанием для назначения или отмены антихер-2 терапии. Затем было исследование BIG-298, посвященное трижды негативному варианту рака молочной железы, и выяснено, что при трижды негативных раках увеличение уровня стромальных сил связано с лучшим ответом на химиотерапевтическое лечение антрациклинами и препаратами платины. Итак, количественная оценка – это то, чем мы занимаемся с вами ежедневно в рутинной практике. В 2014 году была создана интернациональная ТИЛ-вокинг-групп, которая разработала определенные критерии и описала достаточно подробно вот эти вот туморинфильтрирующие лимфоциты. Они выяснили, что существует значительная гетерогенность плотности ТИЛ между различными вариантами рака молочной железы, а также выделили стромальные и интертуморальные лимфоциты. Стромальные ТИЛ локализованы в строме между клетками рака и не контактируют непосредственно с клетками рака. А интертуморальные лимфоциты имеют межклеточные контакты между опухолевыми клетками и лимфоцитами без промежуточной стромы. У стромальных ТИЛ предъективная ценность гораздо выше, и они более воспроизводимы между исследователями. Интратуморальные ТИЛ значительно труднее для оценки и не дают дополнительной прогностической информации по сравнению со стромальными ТИЛ. На данном слайде видно, что ТИЛ в строме достаточно хорошо выявляются, что подтверждает окрашивание общим ликоцитарным антигеном. При этом, если посмотреть ТИЛ в паранхимии, их практически не видно. А если, опять же, покрасить CD45, то видно, какой густой инфильтрат расположен в паранхимии опухоли. При оценке ТИЛ используются рутинные гистологические препараты, окрашенные гемотоксиленом и азином. Не рекомендуется использовать замороженные срезы. Увеличение микроскопа может быть любое, но рекомендуется идти от малого к большому увеличению. И предпочтительнее исследовать ТИЛ на операционном материале, хотя, в общем-то, и в биопсийных кусочках, если можно его оценить, мы тоже оцениваем. Итак, ТИЛ Уокинг Групп предложили такой стандартизованный подход к оценке ТИЛ, когда, прежде всего, вы для себя определяете границы опухоли, определяете в опухоли область стромы, затем от малого к большому увеличению оцениваете степень выраженности лимфоидного инфильтрата, считая мононуклеарный инфильтрат и исключая гранулоциты, особенно в некротических зонах, и дальше оцениваете в процентах стромальный ТИЛ. Также ТИЛ Уокинг Групп определил биологическую и диагностическую ценность и выделила опухоли с преобладанием лимфоцитов над опухолевыми клетками, где непрерывный параметр вот этих ТИЛ более 50-60%. Для стромальных ТИЛ, стромальные ТИЛ являются показателем повышенного накопления иммунных клеток в опухолевой ткани, и эти опухоли ожидаемо хорошо будут отвечать на химиотерапию. Интертуморальные ТИЛ – это показатель прямого противоопухолевого лечебного эффекта на клеточном уровне, но, как уже было сказано, они не добавляют дополнительной информации и, как правило, трудны для воспроизведения. Также была очерчена зона оценки ТИЛ. Это непосредственно опухолевая ткань, парацентральные зоны и граница опухоли и нормальной ткани. При этом реактивные лимфоидные инфильтраты, расположенные за пределами опухоли, в оценку не входят. Итак, суммиро были определены рекомендации по оценке ТИЛ. Значит, ТИЛ оценивается в стромальном компоненте. В строме учитывается процент площади, занимаемой мононуклеарными воспалительными клетками от общей внутриопухолевой области стромы, а не от всей опухоли, только от области стромы. В оценку включаются все мононуклеарные клетки, лимфоцитоплазматические клетки. Гранулоциты и другие полиморфно-ядерные лейкоциты в оценку не включаются. Также не включаются дендритические клетки, макрофаги и другие клетки микроокружения. Тело следует оценивать в пределах границ инвазивной опухоли, исключив лимфоидные инфильтраты вне границы опухоли, а также вокруг структур ин-ситу и нормальных долек. А также следует исключить из исследования участки, где есть артифициальные изменения, некроз, регрессивный гиаленоз и в участках, где была взята биопсия. Ну и, как я уже сказала, предпочтительно это определять на операционном материале. Оценивается средняя степень выраженности тил во всей опухоли, не акцентируя внимание на горячих точках. Здесь допустим шаг в 5-10%, то есть такое достаточно грубое округление. Необходимо использовать, учитывать диссоциированную модель роста лимфоцитов. То есть мы с вами знаем, что лимфоциты обычно не образуют сплошных клеточных агрегатов. Поэтому даже если мы пишем 100% струмальных тил, все равно подразумевается наличие какого-то свободного пространства между лимфоидным инфильтратом, между отдельными лимфоцитами. Ну и хотя нам предлагают пороговое значение в 50-60%, а сейчас он уменьшается до 30-40%, все равно пороговое значение еще не определено. Я думаю, что эти показатели будут меняться. Японские коллеги предложили оценку струмальных тил в баллах, разделив на отрицательные тил, это все, что меньше 10%, и положительный тил, все, что больше 10%. Итак, субпопуляционный состав тил, но мы его с вами в рутинной практике не определяем, опыта у нас не очень много, поэтому это в основном данные взятые из литературы, но тем не менее, те, кто этим занимаются, говорят, что популяция лимфоцитов достаточно разнообразная. Туда входят в основном CD8-цитотоксические Т-клетки, CD4-хелперы, за которыми следуют регуляторные Т-клетки и различные популяции Б-клеток. Цитотоксические Т-лимфоциты, они преобладают в инфильтратах, как правило, и высокие уровни CD8-клеток, и особенно соотношение CD8-фокс-П3 клеток в эстроген отрицательных опухолях коррелируют с хорошим прогнозом. При увеличении, повышении уровня CD8-цитотоксических Т-лимфоцитов отмечается значительное увеличение безрецидивной пятилетней выживаемости в сравнении с опухолями, в которых этот показатель не повышается, остается прежним или уменьшается. Ну и вот новые иммунотерапевтические препараты, пембролизумаб, неволумаб, они могут эффективно усиливать противоопухолевое действие CD8-лимфоцитов. В Т-клеточной популяции присутствуют Т-хелперы, регуляторные Т-клетки, фолликулярные Т-клетки. Присутствие Т-хелперов, особенно первого и семнадцатого подтипов, коррелируют с хорошим прогнозом, увеличивают противоопухолевое воздействие. Т-регуляторные клетки, включая CD4, CD25, FOXP3, положительные клетки, они, несмотря на то, что защищают нормальную ткань от повреждения, предотвращая аутоиммунные реакции, они, тем не менее, связаны с плохим прогнозом, потому как уменьшается противоопухолевая активность и увеличивается воздействие на популяцию, которая прогрессирует. Фолликулярные Т-клетки играют противоопухолевую роль, улучшая прогноз, то есть они связаны с хорошим прогнозом. Б-лимфоциты, реактивные Б-лимфоциты, они продуцируют антитела, усиливающие ликвидацию опухоли Т-клетками и клетками врожденного иммунитета. Регуляторные Б-клетки секретируют иммуносупрессивные цитокины, которые ингибируют пролиферацию Т-клеток, CD4-позитивных Т-клеток. Ну и вот экспрессия белка PD-L1 на клетках ингибирует противоопухолевые ответы Т-клеток, но я думаю, об этом скажут докладчики, которые будут дальше выступать. Опухолинфильтрирующие миелоидные клетки, к ним относятся макрофаги, они связаны с плохим прогнозом, способствуют метастазированию, ассоциируются с эстроген-негативными опухолями, высоким грейдом, плохим прогнозом. Нитрофилы также ассоциируются с плохим прогнозом, сокращая пролиферацию Т-клеток и учащают высокий уровень лейкоцитов, нитрофилов связан с учащением метастазирования. Мелоидные по происхождению супрессивные Т-клетки также обладают иммуносупрессивной способностью, они берут эффекторные функции Т-клеток, НК-клеток, дендритных клеток и связаны с плохим прогнозом. Ну и вот, если, резюмируя информацию по субпопуляции лимфоидных клеток в раке молочной железы, то с хорошим прогнозом связаны CD8 токсические Т-лимфоциты, хелперы 1 и 17-го подтипов, НК-клетки, дендритные клетки. С плохим прогнозом связаны CD4, CD25, FOXP3 регуляторные Т-клетки, хелперы 2-го подтипа, амилоидные супрессорные клетки, макрофаги М2-фенотипа и нейтрофилы. Теперь немножко про резидуальную опухоль. Итак, в резидуальной опухоли можно и нужно определять тело. Определяются они в участках жизнеспособной остаточной опухоли, точно так же, как и в первичной опухоли. Степень тел в резидуальной опухоли является прогностическим фактором. Также, которая может отвечать на вопрос об эффективности адювантного лечения после проведенного неоадювантного лечения и о необходимости этого лечения. И высокий уровень телоостаточной опухоли, особенно увеличение телоостаточной опухоли, коррелирует с увеличением бессобытийной и общей выживаемости. Японскими коллегами предложен такой параметр, как RCB-TIL в резидуальной опухоли. И оценен этот параметр как положительный в случаях, когда RCB-1 и TIL более 50%, ну и в случаях полного лечебного ответа. Все остальные комбинации ТИЛ и RCB оценены как отрицательные. Проведен большой метаанализ с установлением корреляции между клиникаморфологическими параметрами, такими как возраст, минопауза, размеры опухоли, статус лимфоузлов, грейд и молекулярный потип, и выявлено, что RCB-TIL-позитивные варианты отмечались чаще в более агрессивных опухолях с высоким стартовым КИ-67, с высоким стартовым грейд и в случаях, когда эстрогены были отрицательные. Итак, RCB-TIL-позитивный у пациентов с трижды негативным раком давал чаще показатель полного лечебного патоморфоза по сравнению с пациентами, у которых был HER2-позитивный вариант. И то, что касается эстроген-позитивных опухолей, то тут тоже было значительно выше количество полных лечебных ответов при высоком стартовом уровне ТИЛ и при высоком ТИЛ в резидуальной опухоли. Ну и в связи с этим вот этот вот объединенный параметр RCB-TIL является важным предиктивным маркером, который может определять развитие рецидива после проведенного неоадьювантного лечения по сравнению с монооценкой ТИЛ. Также была проведена оценка ТИЛ плюс RCB и плюс КИ-67 в резидуальной опухоли. И показано, что стартовый низкий уровень КИ-67 и повышение ТИЛ на фоне проведения неоадьювантного лечения даже незначительное, как с 40 до 50 процентов, резидуальной опухоли достоверно коррелирует с лучшей безрецидивной выживаемостью. Объединенные данные по уровню КИ-67 динамики ТИЛ и класса RCB вот этот вот параметр позволил четко разделить резидуальные опухоли хорошего и плохого прогноза, которые представлены в таблице. И при вариантах хорошего прогноза возможен отказ от проведения одьювантной терапии в послеоперационном периоде. И несколько слов о ТИЛ метастатической опухоли. На самом деле информации очень немного, но отмечено, что количество из тасов ТИЛ в первичной опухоли и метастатических очагах, как правило, разные, и в метастазах этот уровень значительно ниже. При этом уровень ТИЛ в метастатических опухолях при трижды негативных вариантах был ниже, чем в гормонопозитивных вариантах. ТИЛ в метастазах в головном мозге ниже, чем в других метастатических очагах. И снижалось при трижды негативном варианте опухоли. В метастазах снижалось содержание CD3, CD8, CD4 и FOX-P3 положительных лимфоцитов, а при гормонопозитивной опухоли уменьшалось достоверное количество CD8 положительных лимфоцитов. Остальные параметры были, как правило, без изменения. Ну и резюмируя все вышесказанное, хочу отметить наиболее важные моменты. Иммуногистологические параметры, в том числе астромальный ТИЛ, связаны с более высокой частотой патологически полных ремиссий, независимо от других клиникопатологических прогностических показателей и режимов химиотерапии. При этом ТИЛ не может быть параметром, определяющим назначение или отказ от антихердва-терапии, но может корректировать назначение химиотерапии в послеоперационном периоде. Суммарный показатель РСБ-ТИЛ является важным предиктором ракомолочной железы для возникновения рецидива после неодевантной химиотерапии и является более чувствительным показателем, чем один ТИЛ. Объединенный параметр КИ-67 ТИЛ-РСБ позволяет более четко разделить резидуальные опухоли хорошего и плохого прогноза. Спасибо за внимание.